Шато-Тамань Один из первых задач для меня понять, вот почему именно ты мог бы ты себя представить, рассказать о себе, и почему бы ты хотел работать в ресторане, где вся карта посвящена российским винам? Ну, если представляться, да, меня зовут Роман, и вином я занимаюсь относительно недавно, в общем-то уже около семи лет, но российским вином занимаюсь реально очень недавно. И для меня это был новый опыт, новая пучина, в которой я так нырнул, в которой очень много для себя нового открыл, и, в общем-то, пока что еще из нее не выплыл. И вот мне очень нравится в этой пучине находиться, поэтому я надеюсь, что я на практике весь свой опыт, может быть, он пока небольшой, и все свое рвение, всю свою страсть к изучению российских вин я смогу воплотить в том, чтобы и с картой хорошо поработать, и гостей нашего ресторана, зажечь этой любовью и зажечь этой страстью. Ну, и, в принципе, я думаю, что у меня все получится. Скажи, пожалуйста, а все-таки ты хотел бы работать у меня в ресторане российских вин под кодовым названием «Шато Тамань»? Конечно. Ну, скажи, почему? Потому что он лучший, потому что он уникальный, потому что он только пророссийские вина, ну и просто у него очень замечательный владелец и замечательный правильщик. Вот, правильный. Сейчас был правильный, наконец-то, ответ. Вот, Роман, скажи, пожалуйста, небольшое такое интервью, все-таки я, конечно, думаю, ну, пока про деньги мы говорить не будем, мы уж так посмотрим, кто что стоит, да, потом гонорары обговорим. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, основные качества сомелье? Основные качества сомелье – это умение никогда не останавливаться, потому что мир вина – это мир, который меняется постоянно. И здесь всегда нужно держать руку на пульсе, и на самом деле российские вины – это как раз самый лучший пример именно того, что останавливаться нельзя никогда. Абсолютно согласна. Вот ты знаешь, у нас завтра банкет для определенной группы людей, все поэты, все артисты. Вот не мог бы ты выбери, вот можешь спокойненько прочитать, да, строчечки, вот, или вот это, или вот это. И вот начало вечера, да, чтобы люди впечатлились вину, и, конечно, вот рассказать нам, как бы это звучало. Конечно, вести будешь ты дегустацию, но начать надо. То есть нужно прочитать? Да. Просто красивое выражение? Ну, изучить чуть не надо, да. Я понял. Можно даже встать, если хочешь. Прекрасно. Это не надо. То есть только эти два, да? Нет, ты можешь выбрать, какой тебе больше по духу. Ну, давайте вот этот, с выражением, с выражением красиво. Очень, да. Очень, отлично. У тебя группа китайских товарищей, они должны впечатлиться вином и захотеть остаться в нашем ресторане. Если бы я начинал банкет, я знаю, как я его заканчиваю, но если бы я начинал, я начал бы с таких строк. Был бы я благочестием прославиться, рад. Был бы рад за грехи не отправиться в ад. Но божественный сок твоих лоз, виноград, для души моей лучшее из наград. Мне уже нравится. Роман, ну и последний вопрос. Присаживайся, я тебе сейчас расскажу, что будет. Ты знаешь же знаменитую фразу «In vino veritas»? Да. А дальше? Ну, я по-русски знаю. Да, как по-русски? Ну что, истина в вине, а в воде болезнь. Вольный перевод. Вольный перевод, да. Вольный перевод. Аквасанита, здоровье в вине. Мы сегодня проверим на гостях. Я не верю в эту формулу. Абсолютно уверена, что вода, конечно, водой. Но самое вкусное, это совершенно не про это. Ну что ж, сейчас будут приходить гости. Вкратце тебе расскажу. Люди разные. Ну, так как, знаешь, ресторан только открывается. Все капризные. Две моих подруги со своим товарищем приехали из Европы. В вине не понимают ничего. Будут спрашивать, рассказывают. Красиво впечатляются. Очень внимательно отнесись к столу. Придут два моих товарища со своей подругой. Это не первое заведение, где я их встречаю. Очень внимательно. Мальчикам мы даем только шампанское. Им нельзя пить крепкий алкоголь, потому что иначе у них сносят башню, и мы потом очень долго восстанавливаем заведение. Но хуже всего их подруга. Она просит шампанского, вот ей его нельзя. Я считаю, что у нее аллергия. Ей лучше сразу грамм 50-100 водки. Ну, объяснить красиво, чтобы ей не было обидно. Может быть, она даже и будет просить. Попробуй объяснить девушке, что лучше все-таки крепкий напиток. Все увидишь. Ну и третьи гости — это очень уважаемые мной люди. У них праздник. Они, как правило, пьют красный вин, любят красивую подачу, любят красивое описание. И мы с тобой приступаем. Остальные задания по ходу пьесы я буду тебе рассказывать и говорить четкое внимание. У нас с тобой в общей сложности 45 минут на любые твои позиции. Да, не строго. Ну что ж, тогда мы начинаем. Пойдем, я покажу тебе весь зал. А первых гостей мы просим пройти на сцену. Добрый вечер. Меня зовут Роман. Я с вами лей этого прекрасного ресторана. Сегодня в течение этого вечера я буду с вами. И надеюсь, что действительно этот вечер будет прекрасным. Мы его проведем вместе в очень хорошей атмосфере. Отлично. Могу я вам для начала что-нибудь предложить? Например, воду. Да, можно. Вы с газом желаете или без газа? Без. Как насчет вас? Отлично. Тоже без газа, да? И не холодную. И не холодную. Все, сейчас будем. Просто замечательная, чистейшая вода. Я бы хотел сказать, что она из самых недр Байкала. Но это не совсем так. Но по чистоте точно не уступает. А теперь хотел бы узнать, собственно, что вы желаете сегодня выпить. Потому что такой замечательный вечер. Нужно обязательно что-то вам предложить. Да, у моей супруги сегодня день рождения. Мы любим красное вино. Роман, скажите, вот вы знаете, как бы мы вообще-то любим европейские вины. И не очень верим в российские вины. Так. Вот удивите нас, пожалуйста, так как мы пришли в русский ресторан, каким-нибудь отечественным вином. Прямо вот удивить. Да, и желательно. Или вы хотите что-нибудь такое, чтобы не очень далеко уходить от европейского стиля? Да, хотелось бы каких-то элегантных красных, элегантного красного вина. Все, понял, прекрасно. Значит, у нас с вами будет какое-нибудь замечательное, интересное красное вино. Сейчас, буквально через минуту я его подам. Мы с вами о нем поговорим. Еще, знаете-ка, вопрос? Мы видели, что в Европе обычно делают красным вином деконтацию, деконсируют. Но вот у меня аллергия на воск. Вот хотелось бы, чтобы все осталось. Но если можно, свечку не поджигать. Все будет отлично. Не волнуйтесь, у нас все равно с противопожарной безопасностью все очень строго. Поэтому свечку сегодня не используем. Спасибо. Отлично. Итак, пожалуйста, я думаю, вино, которое устроит абсолютно всех. Потому что, во-первых, это вино российское. Это вино из долины Дона. Каберне-совиньон от имения Сикоры 2014 года. Но почему говорю, что устроит всех? Потому что это каберне-совиньон. Мы с вами будем почти в Европе, но все-таки немножко в России. Красное вино. Мы его перейдем в декантер без использования свечки. Я надеюсь, что это будет максимально хорошо. Вы не знаете, это выдержанное вино? Был здесь дуб или нет? Оно выдержано, да. Здесь есть небольшая выдержка в дубе. Он как бы обрамляет вино, делает его более комплексным, более ярким. Ну и действительно, я думаю, это отличный вариант. Вина плюс, видите, премиум. Это прям гарантия того, что сегодняшний вечер у нас будет действительно особенным. Ну что ж, тогда, если вы не против, я это вино буду сервировать. Пока что оставлю его у вас на столике. Не пугайтесь, свечку я принесу просто для антуража. У нас очень строгий работодатель, она требует, чтобы мы всегда принесли свечку, даже если мы ее не используем. Поэтому не переживайте, она нам сегодня не понадобится. Пожалуйста. Но, тем не менее. Итак, вино мы уже представили. Для начала его нужно открыть. Вы знаете, что по традиции мы свечку зажигаем. Но сегодня она нам действительно не понадобится по одной простой причине. Это вино достаточно молодое. Здесь еще нет осадка. Поэтому мы будем наливать, конечно, очень аккуратно. Но, тем не менее, я думаю, что мы сегодня обойдемся без свечи. Я всегда обращаю внимание на то, что это вино очень оригинально укупорено, залито воском. То есть это дополнительная гарантия того, что оно не испортится, не окислится, и с ним все будет просто замечательно. Это вот такой дополнительный нюанс, очень важный, который использует винодел. Но, в любом случае, вино весьма и весьма оригинально. Скажите, пожалуйста, а по блюдам, может быть, есть какие-то пожелания? Может быть, какие-то интересные рекомендации вам кто-то дал? Или, может быть, тоже хотите что-то попробовать оригинальное? Знаю, что зачастую, когда пробуют вино, да, дают пробку, чтобы понять, есть ли корковая болезнь. Абсолютно верно. Расскажите, что это такое. А вот я сейчас это буду делать как раз буквально в режиме онлайн. То есть дело в том, что у пробки есть огромное количество достоинств. Прежде всего, это натуральный материал. Но есть один маленький недостаток. Действительно, иногда пробка, она бывает поражена пробковой болезнью. Такой появляется грибок не очень приятный, появляется не очень приятный запах. И вот сомелье, первое, что он делает, он всегда эту пробку нюхает, как я сейчас это сделал сейчас. Но для того, чтобы вы убедились, что у нас все честно, мы эту пробку всегда отдаем гостю, для того, чтобы вы ее тоже могли понюхать. Да. А поскольку у нас вино уровня премиум, коллекционное, мы всегда эту пробку еще дополнительно гостю оставляем, для того, чтобы он мог убедиться в том, что все отлично. Ну а теперь, собственно, мы приступаем к священодейству. Мы должны с вами вино попробовать, продегустировать. Вы не против, если я попробую вино? Отличный аромат, как я вам говорил, очень яркий, очень ягодный, то есть с таким тоном вишни. Я бы даже сказал, такой немножко вишни в шоколаде или вишни с коньяком, но аромат действительно очень приятный. Сейчас мы омываем декантор, для того, чтобы у нас все было по правилам, все как в самом дорогом элитном ресторане, а мы действительно, на том они, наверное, самые лучшие. И это правда. Ну что ж, и с вашего позволения, я теперь продегустирую его на вкус. Потрясающе. Очень приятная терпкость, очень такие легкие, ненавязчивые танины. Ну и, как я говорил, вино молодое, осадка в нем, скорее всего, не будет. Но, тем не менее, как вы могли заметить, у нас свет в ресторане достаточно яркий, поэтому будем смотреть так аккуратненько на просвет и на всякий случай, чтобы ничего у нас точно не случилось, будем аккуратненько это вино переливать декантором. Я, кстати, на самом деле не просто так спросил про кухню, потому что кухня у нас потрясающая. И поскольку мы ресторан, конечно, российской кухни, у нас есть несколько очень интересных вариантов. Недалеко находится Кавказ, и вот такое вино с приятными танинами я бы порекомендовал какой-нибудь интересный вариант курдючной баранины из Дагестана, которую можно подать с кремом из картофеля и, может быть, соусом из белых грибов. Ну а если хотите совсем экзотический вариант, у нас общероссийская кухня, и действительно можно предложить это вино с таким оригинальным блюдом, как пельмени. Это пельмени с дичью, с можжевеловой ягодой. Пожалуйста, попробуйте. Пожалуй, Баран. Ну то есть почти как в Европе, но все-таки в России. Это прекрасно. Спасибо. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, могу я забрать пробку? Да. Отлично. И могу ли я забрать бутылку или оставить ее на столике? Пока посмотрим еще немножко. Пока посмотрим. Прямо абсолютно верное решение. Ну что ж, я вам желаю приятного вечера. Сейчас приглашу официанта для того, чтобы вы могли определиться с заказом. Я уверен, что вино вам понравится. Он действительно прекрасное, молодое, сочное, яркое. Ну и действительно я желаю вам продолжения. Приятного вечера я буду здесь. Поэтому, если вам понадобится, я обязательно подойду. Спасибо. Артур Георгиевич, скажите мне, пожалуйста, откуда в нашем ресторане мясо из Дагестана? Ну я там договорился, да. Все понятно. А вы не могли бы еще как бы поработать все-таки в своей должности? У вас там вот гости сидят, Роман бегает. А он меня не воспринимает. Это Артур Георгиевич, менеджер. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Артур Георгиевич. Мы суетимся-бегаем, потому что как раз готовимся. У нас замечательные гости. Добрый вечер еще раз. Я очень рад вас видеть. Собственно, готов предложить вам разнообразие вин. У нас действительно прекрасный ресторан, прекрасная карта вин. Ну и, собственно, я сегодня в вашем распоряжении. Роман, мы тоже готовы предложить вам разнообразие вин, потому что, честно говоря, не все из нас пьют русское вино. Оно, как правило, порошковое. И поэтому мы ему не очень доверяем. Мы поэтому принесли с собой несколько бутылок, но пока вы занимались другим столиком, честно говоря, нам все напутали. Мы уже кое-что разлили, но мы теперь не можем определить, где вот Россия, где не Россия. Мы тут все накрыли, чтобы вот у вас все дожидалось. Мы просим вас просто это сделать. Здесь восемь образцов. Так. Ну, если сможете, хорошо, конечно. Но если нет, будем ждать тогда другого, потому что, ну, нам, конечно, пить русское опасно. Все, тогда, если... Все, приступаем. Хорошо, спасибо. Ну, что ж, давайте в режиме онлайн. Итак, слепая дегустация. Любимое развлечение сомелье. Образец номер один. Достаточно приятным таким светло-золотистым цветом. Достаточно яркий выразительный букет. Можно сказать, что такой немножко консервированный персик, немножко цитрусовых. А это потому, что делают его с персиком? У меня очень велик соблазн сказать вам «да». Но это будет не так. Нет, на самом деле... Это точно значит русское вино. Нет, на самом деле в вине все абсолютно натуральное. Но здесь такое огромное количество химических компонентов натуральных, которые могут давать совершенно невероятные ароматы. Это вино действительно очень напоминает по ароматике российское вино. Но хорошее очень в разы действительно российского вина. Благородное, может быть, легкое такой вариант. Либо олиготэ, либо легкий вариант пиноблана. Пиноблана, кстати, это может быть Крым. Замечательный Крым. Есть такой у нас производитель, как Альма Велли. Я предположу, что это он. Итак, образец номер два. У нас тоже вино с очень приятным таким деликатным светло-золотистым цветом. Очень приятный такой яркий, сладковатый аромат желтой груши, спелого яблока. Отличный вариант вина. На самом деле напоминает, напоминает скорее европейский стиль, такого очень легкого рислинга. Но очень приятного. Легкого-легкого, но необычайно фруктового, очень свежего. А здесь у нас задачка посложнее, потому что мы дегустируем вино из черного бокала. Я даже не понимаю, какой у него цвет. Я тоже честно признаюсь. Но будем пробовать, будем пытаться вместе. Итак, у нас образец номер три. Ничего не могу сказать про цвет, но аромат уже действительно внушает оптимизм. Вот это, кстати, абсолютно точно рислинг с очень хорошей кислотностью. Я бы скорее сказал, что это европейский, может быть, или льзатский рислинг. Роман, а можно вас попросить просто сделать группку русских вин и европейских, расставить их? А давайте. Итак, у нас первое и второе вино, это были вина российские. А вы сказали, второе, Европа, рислинг. Европа? Нет. Тогда я поменяю свое мнение, тогда это у нас будет рислинг скорее российский. Третий образец у нас это рислинг уже европейский, пусть это будет льзат. Образец номер четыре, опять же, в черном бокале. Настоящее испытание. Как ни странно, это тоже белое вино. Вы знаете, это тоже белое вино. Может быть, с не очень ярким букетом, но вино, судя по всему, выдержано в дубе, в дубовой бочке. Достаточно спиртуозное. В определенной доле остаточного сахара. Ну, я бы сказал, что это тоже, скорее всего, вариант российского вина. Российского вина. И напоминает, действительно, вариант ркацители. Ркацители в дубе. Итак, образец номер пять. Красное вино. Наконец-то у нас закончились черные бокалы. Роман, а разве ркацители не только в Грузии растет? Нет, не только. На самом деле, это сорт винограда, который некоторые такие особо креативные виноделы используют даже во Франции. Есть такие креативные виноделы, которые с ним очень работают. Сорт этот, на самом деле, до 90-го года был самым вообще культируемым в мире. Как это ни странно. Итак, образец номер пять. Это красное вино умеренной тонинности с не слишком ярко выраженным ягодным букетом. Я думаю, что вино достаточно молодое с небольшой выдержкой в дубе. Я бы предположил, что это, скорее всего, Европа очень напоминает молодой Каберне-Савиньон. Скорее всего, я думаю, что это все-таки Россия, Каберне-Савиньон. А вы сказали только что Европа. А вот я, видите, попробовал еще раз и передумал. Нет, все-таки Россия, все-таки Россия. А как вы определяете, Россия или Европа? Это годы упорной тренировки, достигаются упражнениями. То есть, этот секрет нельзя научиться сейчас? Нет, можно, но для этого нужно попробовать не одно вино. Я надеюсь, что мы с вами сегодня в течение вечера как раз это и сделаем. А если я все вот это попробую, я научусь? Немножко, немножко. Образец номер шесть. Яркий букет, очень много, как говорят профессионалы, третичной ароматики. Что это такое? Это специи, это лавровый лист. Это когда вы чувствуете тон такого немножко бальзамического уксуса. То есть, это говорит о том, что вино находится в определенном возрасте. И вино это как продукт настоящий, живой. Он развивается в бутылке, он проходит все те же стадии, что и человек. И действительно приобретает разные черты. А это плохо? Это очень хорошо. Вы знаете, что мастерство настоящего ценителя вин заключается в том, чтобы как раз очень хорошо разбираться именно в зрелых винах, старых винах. Именно поэтому люди держат погреб. И у нас, кстати, в ресторане есть отличный погреб, где хранится несколько винтажей российских вин именно на закладке. А я ничего, если не чувствую? Ничего страшного, это придет с опытом. На самом деле вино раскрывается постепенно. Вино не любит спешки. И вот этот путь, он тем и интересен. Если бы мы с вами с самого начала получили всю информацию, у нас бы не было стимула двигаться дальше. А так мы постоянно открываем что-то новое. И сколько надо выпить, чтобы начать что-то чувствовать? Главное не сколько, а главное как. А как нужно выпить? В меру, постепенно, с уважением к вину, но с неугасающим интересом. А вообще, разве прилично вообще предлагать девочкам российское вино? Конечно, конечно. Вот вы видите, мы сейчас с вами как раз отбираем именно лучшие образцы российского, чтобы вам предложить что-то очень достойное. Итак, образец номер шесть. Красное вино, как я уже сказал, с достаточно ярким букетом. С хорошей такой выдержкой в дубе. Я думаю, что это Европа. Вообще напоминает стиль, вообще напоминает чем-то стиль Испании. Такой немножко экспрессивной Испании. Достаточно яркой, темпераментной. Вполне возможно, что это очень молодой темпронилью. Или какой-нибудь вариант молодой, такой не то, что молодой, да, темпронильный, но такой не слишком, скажем так, выдержанный, не слишком давнего винтажа, но тем не менее очень такой яркий, экспрессивный. Образец номер семь. Снова испытание. Для нас снова черный бокал. Ох. Образец номер семь, вы знаете, он немножко с дефектом. Я бы его, честно говоря, заменил. Потому что здесь чувствуется такой тон, как пробка. Вот мы с соседним столиком только что об этом говорили. И, честно говоря, я бы вам его не предложил. Но, собственно, я это делать и не буду. Что такое пробка? Там нету крошек, я смотрела. Значит, существует легенда. Но на самом деле нет, это абсолютная правда. Есть такой грибок маленький, который вырабатывает вещество трихлоронизол. И со временем в тех пробках, которые он поразил, это не во всех, безусловно, но по статистике где-то каждая десятая, одиннадцатая бутылка с ним встречается. И в таком вине появляется очень неприятный запах. И вот когда сомелья приходит к вам, берет бутылку вина, предлагает, открывает пробку, вытаскивает ее, нюхает. Он говорит, что нет, с вином либо все очень хорошо, либо есть пробка. И такое вино он вам обязан заменить, поэтому образец номер семь я, пожалуй, вам предлагать не буду. А мы перейдем к образцу номер восемь. Подождите, можно не платить тогда? Да, вы на самом деле сомелье обязаны нам сразу это вино заменить. Там точно не все с пробкой. Там точно не все с пробкой. Хотел бы я определить. Вы знаете, образцы с пробкой, к сожалению, сложно идентифицировать, потому что аромат пробки, он, как правило, забивает все. Поэтому я не буду даже гадать, чтобы никого не обидеть, поэтому просто это образец, который нам следует заменить. Он действительно с некоторым дефектом. Наверное, это финальный образец номер восемь. Красное вино, очень яркое, сочное, опять же, с доминантой вишни. Такой даже немножко спелой ежевики, очень такие умеренные танины. Я думаю, что это опять же Россия. Я думаю, что это опять же Россия. Очень напоминает, опять же, молодой Каверне Савиньон откуда-нибудь из Крыма. Хозяйство, пусть это будет, допустим, хозяйство Бельбек. Но, тем не менее, я думаю, что это вино российское. И так у нас получилось пять образцов из России, два вина европейских. Ну и я думаю, когда мы с вами выберем какое-нибудь вино из российской коллекции, вы убедитесь в том, что оно может быть очень и очень хорошим. Спасибо. Роман, а вот можете сказать, мне просто друзья отказываются часто вообще русское вино пить. Вот как им объяснить, что можно? Или вот вы знаете, у меня многие любят полусладкое вино, а сейчас русского вина полусладкого практически нет. А какое они любят пить вообще? Они говорят хорошее кьяньте. Кьяньте, да? Так, ну представьте, а французское они любят? Они говорят хорошее шабли. Шабли, да? Ну вот представьте себе ситуацию, вы сидите, допустим, в Ялте, на берегу, на набережной, по которой ходил сам Чехов. У вас прекрасный вечер, у вас закат, бриз. И вы сидите на террасе прекрасного ресторана, и к вам подходит сомелье, говорит, например, «Добрый вечер, месье, позвольте вам предложить вино от хозяйства Chateau Côte du Saint-Denisle». Вино называется Bumon, и это стопроцентный олиготет. И вы уже не в России, вы уже тут же во Франции. Вино может быть абсолютно разным. Это подделка. Нет, все вины у нас абсолютно натуральные, и мы с Артуром Георгиевичем лучшая гарантия того, что здесь только... Ну, Артур Георгиевич, это гарантия, да, соглашусь. Я прошу прощения. Я прошу прощения, Аарон, ты нас оставишь вообще без выручки. Да, уже бегу. Ну ладно, спасибо. Спасибо вам, я еще в течение вечера к вам обязательно подойду. Добрый вечер, уважаемые гости. Прошу прощения за небольшое ожидание, но вино не любит спешки, и у нас впереди целый вечер. Буду рад вам помочь. Вы чуть не оставили ресторан без выручки, а нас без водочки. Я люблю быть на грани. На грани. Вот так. Поэтому нам водочки. Так. Хороший, вкусный. Так. Чтобы вот тут вот не жгло. Так. Или жгло. Так. На ваш выбор. Так. Ну и все, пожалуй, закуска у нас уже есть. Вы знаете, отличный выбор и закуски, и отличный выбор напитка, но, но, если это все-таки но, чтобы вечер был совсем хороший. К водочке мы можем прийти потом, если захотите, но начать мы можем с того, что сделает наш вечер действительно изумительным. Мы с вами все-таки в регионе Тамань. И мы с вами можем начать с очень интересного варианта вина. Это будет игристая вина. А туда водочку можно добавить? Можно, но потом. А вот для того, чтобы взбодрить рецепторы, освежить десна и вообще придать вечеру совершенно новый статус, я рекомендую буквально по чуть-чуть игристого вина, замечательного игристого вина, даю гарантию, она вам понравится. А к водочке мы как-нибудь придем обязательно, и она от нас никуда не идется. Тем более, вы сами понимаете, водочка это такой напиток, либо пьешь водочку, либо уже потом не пьешь ничего. Поэтому рекомендую разнообразить. Мы к водочке придем или приползем? Я думаю, что придем, потому что с вина, если начинаем, все будет очень хорошо. А можно шампанское? Мы с вами, собственно, и попробуем игристое вино. И это будет полный аналог шампанского, но это будет игристое вино, сделанное в России. По тем же самым технологиям, по тем же самым стандартам. Вы не отличите никогда вслепое. Можно согласиться, только подай красиво. Супер, все сделаем, как в лучших домах Лондона. Спасибо. Итак, Лем. Это все гость стоит без балкона. А, что ж такое. Мне уже неудобно. Нет, все отлично. Буквально через минутку шампанское стынет. Так, как вам вино, скажите, пожалуйста, как ощущения? Нравится. Нравится прекрасно. Я рад, сам выбирал, потому что карту составлял сам. Ну и Артур Георгиевич, конечно, помогал, безусловно. Вот. Но очень рад, что нравится. Если что-то интересное заказали, буквально через несколько минут его подадут, обязательно принесут. И я буду в вашем распоряжении. А мы сейчас посервируем игристое вино, потому что у нас в ресторане оказался абсолютно эксклюзивный релиз. Вина, которая называется точно так же, как наш ресторан. Это Шато Тамань. Как вы понимаете, с Таманского полуострова. Это игристое, выдержанное вино категории экстра-брюд, сделанное по классической технологии, как в лучших домах шампании. Пока я только понимаю, что это, наверное, вы сами его здесь делаете. Нет. Но мы очень дружим с владельцами. И они нам поставляют только лучшие партии. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Вы не пожалеете. Ваш выбор это точно вино оправдает. Прежде всего хочу вам предложить бокалы. Не удивляйтесь, вы, наверное, привыкли к тому, что шампанское или игристое вино пьется из таких вытянутых. На самом деле, последняя тенденция, для того, чтобы лучше всего раскрыть аромат, мы подаем бокалы именно вот такие. А это, наверное, для девчонок. Какие там девушки, интересно, он знает их имена? Ну, я могу выяснить ненавязчиво. Но все впереди. Но мы пока стесняемся, нам надо немного... Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. О, шампанское. Да, абсолютно верно, игристое вино. Как раз думала сейчас о том, чтобы выпить бокал шампанского. Да, мы тоже об этом думали. Сразу на меня бокал тоже купить. Но у меня есть у вас предложение куда более оригинальное, потому что к шампанскому мы тоже с вами можем прийти потом. В каком смысле? Мы никогда не думали о том, какой напиток является самым интересным, самым культовым, самым знаковым в России. Я люблю шампанское. Я тоже люблю шампанское. Раньше мы, например, советское всегда пили на Новый год. Какое? Советское. Вы знаете, советского, к сожалению, сегодня нет. И я боюсь, что именно в стилистике советского мы сегодня ничего не подберем. Но есть один напиток, который с советским связан самым прямым образом, на самом деле. Пусть вас это немножко не смущает, но я хочу вам предложить напиток, который создавался на протяжении столетий. Чистый, как слеза. Свежий, как роса. Напиток, который такого же красивого цвета, не знаю, как небо по утру. Это будет крепкий напиток, но крепкий настолько, чтобы вам понравиться. Я вам хочу предложить замечательный вариант водки. Да, это будет ваш вариант. Но нам же надо как-то удивлять, понимаете? Нам же нужно что-то разнообразие какое-то привносить. И это будет буквально немножечко. Она будет действительно хорошо охлаждена. Вы поверите, что это пьется невероятно легко. Да, но бокал мы подадим, пожалуй, более интересный. И, поверьте, если вам не понравится, мы заменим. Ну нет, ну вы что, все пьют шампанское. Я так хотела шампанское, я водку совсем не хочу. Но у нас разные последовательности, у них разные кондиции. Они пришли, хотели начать с водки, мы им сказали, что нет, давайте начнем с чего-нибудь более креативного. И для вас мы тоже предложим что-нибудь креативное. У нас все-таки креативный ресторан Шато Тамань. Так что буквально чуть-чуть для начала и потом посмотрим. Ну не знаю, вот это сыры как-то... А вы знаете, что с сырами сочетается отлично? Потому что водка, когда она делается, там приобретается такая легкая, легкая нотка такой как бы выдержки, да, такой легкий сырный тон и... А вы же вот с эмелье, почему вы предлагаете мне водку? Потому что водка — это любимый напиток с эмелье. Вы знаете, что... Вот часто есть и реактив, что водка все заканчивается. В нашем ресторане иногда с водки можно начать. Ну, знаете, только при одном, наверное, условии. Если у вас что-нибудь, но очень вкусное найдется, вот этот напиток, потому что, если честно, я не была вообще готова сегодня пить водку. Мы любим удивлять. У меня даже злоба, спокойный вечер. Это лозунг нашего ресторана. Буквально через минутку я подам этот прекрасный напиток. Вы знаете, я вам даже больше скажу, потому что у нас сегодня не водка, а у нас сегодня настоящий дворянский, просто графский напиток. И я думаю, что вам будет интересно почувствовать себя настоящей графиней. Эта водка называется Романов, той самой династии Романовых. Это действительно настоящий аристократический продукт, воссозданный по рецептуре еще 19 века. И я уверен, что такой напиток просто не может мне понравиться, тем более в нашем ресторане. Выглядит неплохо, интересно. А пить из таких бокалов тоже можно? Я думаю, да, потому что тот бокал, который у вас, мы его лучше заменим. Это не совсем комильфо для нашего ресторана. Ну, а вам мы предложим действительно настоящий бокал. И, я надеюсь, вы не будете возражать, дама первая. Поэтому мы сначала нальем ей. И, Роман, а вам не кажется странным, что в вашем ресторане название шампанского такое же, как название вашего ресторана, а водка такое же, как название вас? Мы думали об этом. Мы думали об этом. Но надо сказать, что Шато Тамань для нас пока что название рабочее. Мы его обкатываем, мы его проверяем. И, знаете, я могу сказать, что пока что всем нравится. Вы знаете, вообще необычно, когда сомелье красиво подает водку в ресторане. Но у нас тот самый случай, когда мы это делаем. Просто попробуйте, дайте буквально чуть-чуть времени подышать. Ну, а мы, собственно, приступим к тому, что называется, подача игристого вина. А может быть, там есть корка? Нет. Вот. Водка, как напиток, скажем, такой крепкий и напиток солидный, она лишена этого возможного недостатка или дефекта. Поэтому, на самом деле, здесь ее нет. Но вы можете попробовать в этом убедиться, хотя, я вас уверяю, это не понадобится. Вы ожидаете бум? Нет. Мы постараемся так делать, чтобы его здесь не было. На самом деле, должен быть очень такой вот... Вот буквально вот так. И все. Это буквально все. Твой приятель сравнивает звук от открытия шампанского с хлипом удовлетворенной женщины. Это очень поэтичное название. У нас на Тамане мы любим такое. Но, тем не менее, пожалуйста, попробуйте для начала немножко. Я уверен, что вам понравится. Отлично, да? Класс. Да. А если туда чуть-чуть добавить? То получится кальвадос. Но к этому мы, может быть, придем попозже. Итак, уважаемые гости, я оставляю вас наедине с вином. Оно будет прямо у вас на столике, чтобы вы могли убедиться, что это именно ваше вино. С ним ничего не случится. Я буду в течение всего вечера рядышком с вами. Роман, у нас к вам еще одно дело. Давайте. Как вы уже поняли, что с нами именно сестра. Да. Но нам бы очень хотелось какой-то... В общем, хотим с девчонками познакомиться в той части зала. Вот у меня будет к вам просьба. Вы можете от нашего стола предложить им пару бокалов? Красиво сделай, красиво сделай. Вот так, чтобы вот ничего не надо было дальше делать. Расположи. Расположи, да. Вот. Да. И узнай, что за парень с ними сидит. Я понял. Мы все сделали. Спасибо. Мы все сделали. Вам приятного вечера. Приятного вечера. Роман, красиво делай, красиво будет. Вообще. Я так и живу. Скажите, пожалуйста, как вам вино? Все ли хорошо? Все отлично, да? Все замечательно. Давайте еще водичку немножко подальем. Чистая, как байкальская, действительно, вода. Прекрасно. Да, уважаемые гости. Может быть, вы тоже желаете воды чистой, как байкальский родник. Вина, а воды? Слушайте, с вино у меня будет сейчас с вами просто потрясающее вообще предложение. Абсолютно неожиданное. Которое пришло совершенно с неожиданной стороны. Мы с вами только что дегустировали. У нас есть гости в ресторане, они тоже большие затейники. И они тоже вам хотят предложить продегустировать некоторые вина, которые они выбрали. Вот вы говорили, долго ли нужно вообще учиться, чтобы разбираться к вине. Я вам готов продемонстрировать, что это очень быстро. И они, собственно, готовы нам сегодня такую возможность подарить и угостить вам несколькими бокалами вина. Как вы смотрите? Платья-тони, да? А? Платья-тони. Что-что? Платья-тони. Платья-тони. Чудесно, подобайте. Прекрасно, замечательно. Итак, я сейчас вам предложу несколько вариантов вина. Буквально несколько бокалов от них. Мы с него начнем, а может быть, потом попробуем еще что-нибудь. Окей? Замечательно. Дорогие друзья, вот чтобы было прям красиво, я выбрал лучшее просто крафтовое вино из Крыма, которое я хочу сейчас им предложить как раз. И если им понравится, я вас уверяю, имена, пароль и явки, все будет ваше. Здесь крафтовое, я считаю, вино из Крыма. Это потом. Это потом. Что за память с ним? Слушай, ну это такой, как бы, товарищ, ну пассажир, да? Ну мы все разберемся. Все будет хорошо. Итак, дорогие друзья, я принялся на интересное вино, но это вино с именем. Знаете, вино с именем редко такое встречается, но тем не менее, чтобы с ним познакомиться, я хочу вам это вино представить по имени, и если позволите узнать ваши имена тоже. Это вино зовут Олег, точнее создатели этого вина зовут Олег, Олег Репин. Может быть, мы можем познакомиться, узнать, как вас зовут. Я с бутылками не знакомлюсь. А вы познакомьтесь со мной, и я Олегу передам. Он у нас буквально... А я помню, что вы роман. Да, это отлично. А как вас зовут? Татьяна. Татьяна, отлично. А что, это с того стола пришла? Да, это, как мы и говорили, это для нас эксперимент, чтобы мы могли попробовать одно очень неожиданное красное... А это их так зовут? Нет, так зовут винодела, но он тоже хороший парень. А вот здесь? Он почти здесь, он буквально вышел, отъехал. Не только вчера еще был, он сам лично привез это вино, и прям было все отлично. Здравствуйте, Олег. Очень приятно. Наливайтесь. Наливаемся, окей. То есть вы предлагаете угадать? Хорошо. Могу я узнать хотя бы, как вас зовут, если вы не против? Сергей. Сергей. Раз уже такая пьянка пошла, то вот та милая блондинка, которая за столом у этих страшных мужчин, она меня поразила просто тем, как она выпивает эту водку. Я хочу тоже сделать такой встречный подарок, подать ей бокал вина. Так. Но я очень прошу вас описать его так, чтобы я как минимум с ее телефоном ушел. То есть ей описать бокал вашего вина? Нет, не моего вина. Ей нужно выбрать, чтобы вы подобрали ей бокал вина. Выбрать от вас вино от Сергея. Да, да. Но вы лучше меня разбираетесь. Конечно. Все сделаем в лучшем виде. Спасибо. Итак, Татьяна и Сергей, наслаждайтесь замечательным вином. Угадывайте вино, я буду угадывать ваше имя. Ну, собственно, то, что мы с вами пробуем, это Каберне Савиньон от Олега Репина. Это Крым. Это вино, которое необычайно лимитировано, делается очень мало. И это просто подчеркнет любой вечер, придаст ему ареал абсолютной изысканности. Я надеюсь, что вам понравится. А это известное вино? Это очень известное в узких кругах. Поэтому мы с вами сегодня, настоящая элита винного мира, приобщаемся к действительно замечательному вину. А вот это слово что значит? А, это означает листва, это название его виноградника. Почему? Ну, вот так ему захотелось. Это маленький виноградник, всего два гектара, поэтому делается очень мало. Вино для избранных, мы с вами сегодня избранные. Отличный повод, чтобы его попробовать. Ну, вроде ничего. Роман, можно вас на минуточку? Конечно. Давайте, я буду здесь. Это дорогое вино. Это безумно дорогое вино, но на самом деле оно стоит каждого своего рубля, поверьте. Это потрясающе. Значит, у пацанов есть деньги? Конечно. У пацанов есть душа и желание вам угодить. Вот это самое главное. Ну что ж, я пока оставлю... Мое желание, Роман, не забудьте тоже, пожалуйста. Обычно, когда Сергей напьется, я тебе так и рассказываю, он говорит потом в конце, говорит, пальто тоже не надо. Отлично сделали. Ну что ж, дорогие друзья, дело двигается, все отлично. По крайней мере, одну я точно знаю, как зовут Татьяна. Вторая пока еще, видимо, хочет еще вина. Поэтому мы к этому придем чуть попозже. Но как вам игристые, скажите, пожалуйста. Вот убитый. А вот зря. Нам все-таки кажется, оно с пробкой. С пробкой. Ну давайте, я попробую. А почему вам так кажется? Давай про что-то там рассказывать. А, это я рассказывал, да. И подумали, здесь похоже тоже. Ну вы знаете, игристые вино с пробкой бывают крайне редко, на самом деле. И я с вами сейчас попробую это вино вместе. Абсолютно чистое, на самом деле, тоже почти как слеза. А то, что вы могли принять за пробку, это аромат как раз выдержки на дрожжевом осадке, как делается классическое игристые вино. Но, так что здесь, на самом деле, все очень хорошо. Можно. Конечно. Не просто можно, а даже нужно. Скажите, пожалуйста, как вам этот прекрасный напиток, который мы только что вам подали? Если честно, да. Не идет. Отлично. Сейчас пойдет гораздо лучше. У нас как раз есть отличная возможность. Дело в том, что вот тот замечательный молодой человек, которого зовут Сергей, это я узнал, кстати. Тот замечательный молодой человек, он, видите, они сидят дегустируют, и он предложил вам тоже сыграть в некоторую игру, подать вам бокал какого-то невероятно нереального вина для того, чтобы произвести у нас впечатление. Вот как вы смотрите на то, чтобы попробовать невероятное вино? А можно что-то из шампанского? А можно все-таки что-то из шампанского? А я думаю, можно. А мы сейчас спросим у Сергея, но даже мы не будем спрашивать. Мы сделаем вид, что мы спрашиваем у Сергея, и что-нибудь вам подойдем. Да, да. Спросите у Сергея, а не можно за наш стол заплатить? Это зависит от того, понравится ли вино вашей спутнице. Тут тонкая дипломатия. Сергей, да, мы против шампанского, я не знаю, что делать. Мы можем себе позволить? Конечно. Конечно, правильно. Поступок настоящего джентльмена. Итак, отлично. Может, прям язык бутылки налить? Ну, это будет не так интересно. Хотя мы посмотрим, на самом деле, может быть, так мы и поступим. Действительно, если у нас будет тоже игристая. Да, у нас будет тоже игристая. Ну что ж, Сергей, мы сэкономим деньги. Это отличная. Роман, вы мне так нравитесь уже. Ее любимое вино тоже ей засервировать. Ее любимое? Ее любимое. Вот прям ее любимое. Вот именно ее любимое. Вот именно ее любимое. Замечательно. Сейчас мы вам подойдем в ваше любимое вино, засервируем. Все будет красиво. Итак, вы знаете, самый лучший вариант. Вот вы хотели шампанское. Слушайте, почему бы и не выпить, собственно, шампанского? Я вам подам вариант того, что вы так хотели. Но, действительно, чего мы ходили вокруг да у кого? Собственно, мы с вами сейчас попробуем то вино. Божественный нектар из Тамани. Это вино, которое называется Шато Тамани. Резерв выдержанное. Это экстра брюд белое вино. На самом деле, я вам его предложу продегустировать. Мы нальем его вот в такой замечательный бокал. И я, на самом деле, попробую вместе с вами. У меня как раз вот бокальчик здесь недалеко. Вообще, вы знаете, вино – это напиток, который очень интересно описывать. Потому что профессионалы выделяют три стадии – глаз, нос и рот. Но они очень простые, они очень поэтичные. Если мы начнем с вами описывать цвет вина и посмотрим на просвет, то вы можете убедиться, что у него очень красивый такой золотой отблеск. Вино с потрясающим блеском. Оно очень свежее, очень легкое. Здесь, конечно же, нет никаких дефектов. И при этом очень тонкие, очень нежные пузырьки. Что касается ароматики. Действительно, благородство шампанского проявляется в так называемых тон бриоши, тон выпечки. Тон немножко такой вот бочки, как говорят, дрожжевой тон. Но это не тот тон, который мы с вами могли чувствовать в советском шампанском. Здесь он гораздо тоньше, гораздо интереснее. Ну и, наконец, самая приятная стадия, стадия номер три, которая называется рот. То есть мы оцениваем вкус вина. На самом деле она самая приятная всегда для всех. Потому что все, что нам нужно сделать – просто глоток вина сделать и все. Вот обратите внимание, насколько тонкий, нежный вкус, при этом очень фруктовый. Такой немножко персиковый, немножко с такой вот желтой грушей. И действительно, вот после вкуса, после того, как вино проглатываешь, длится очень-очень долго. Потрясающе. Вам понравилось это вино? Скажите, пожалуйста, а как я могу отблагодарить Сергея? Мне нужно ему хотелось бы передать от вас спасибо. Как вас представить? Скажите спасибо от Ирины. От Ирины. Я готова поговорить с ним после нашего ужина. Прекрасно, Ирина, прекрасно. Вино очень хорошее. Вино очень хорошее, я рад. Ром. Да, я помню. Нет, я хочу тебя предупредить. Юлиана Вячеславовна, она такая поэтичная, такая невероятная. В общем, она мне всю кровь выпила. И она забрала вино наших гостей, я видел. Подай ей, пожалуйста, ее любимое. Любимое, все. Ты знаешь, какое любимое вино? Ну, я предположу. Я предположу, я думаю, что я угадаю. Я думаю, что я угадаю. Юлиана Вячеславовна, сейчас все будет. Да, это будет просто невероятно. Это не оно. Как не оно? Вот так. А какое? В холодильнике. А, в холодильнике. Ну что ж, конечно. А ты думал... А я-то думал... У нее несколько любимых. Я-то думал, все будет проще гораздо. Ну, на самом деле, ничего страшного. В холодильнике так, в холодильнике. Спасибо большое. Я тебе подсказал. Прекрасно. Попозже поделишься. Обязательно. Итак, я уже здесь. Я готов вам предложить ваше любимое вино. На самом деле, не скрою, что оно и мое любимое. Только-только из холодильника. Но я его еще дополнительно поставлю в ведерко со льдом. Итак, пожалуйста. Вы подсказали? Что? Вы подсказали? Нет, это он сам. Он так и намекнул, но очень прозрачно. Это Шато Тамани Резерв. Это Шардоне. Это один из самых благородных, самых великих сортов. 2015 год. Таманский полуостров. Выдержка в Дубе. То есть я права. Вы абсолютно правы. Я считаю, что это самый великий сорок. Конечно. А как вы думаете, что больше подходит для меня? Я творческая натура. Красная или белая? Я думаю, что подходит и то, и то. Главное, какое именно. Вот вам нужно что-то экспрессивное такое. Вот у нас Шардоне очень яркое, да, такое приятное. Я бы вам посоветовал еще вариант, знаете, из такой Шардоне, выдержанное в Дубе и частично в бочке из акации. Вот оно такое очень яркое, очень, с одной стороны, мощное, с другой стороны, вот это такая очень творческая экспрессия. Видите, у вас есть шанс остаться на работе. В следующий раз приходите с этим вином. Обязательно. Тем более, что я как раз хотел его завести уже в карту, хотел вам предложить. Да. Но мы с вами попробуем сейчас вариант другого. Пробка у нас в отличном состоянии. Абсолютно здоровое вино. Ну и хочу вам предложить его продегустировать, во-первых, чтобы уж точно вы убедились в том, что это ваши любимые. Пожалуйста. Я с вашего позвонения тоже немножко попробую. Я бы даже хотела, чтобы вы мне его описали. Вот я, знаете, сегодня вечером иду ужинать с друзьями. Я вот так не умею. Вы мне научите, чтобы я сказала прям, как вот опытный человек, как будто бы я вот не просто вот мой ресторан, а я еще и очень хорошо разбираюсь. Это вино, которое выдержано в дубовой бочке. И всю сложность, всю свою комплексность, и вместе с тем всю свою элегантность ему дает именно дуб. Вот этот яркий тон такой благородной древесины, яркий тон такого немножко дымка, тон такой приятной выпечки, и вместе с тем такая богатая фруктовость. Это может быть персик, это может быть белая слива. Вот это все берется из выдержки блюда. Я это все чувствую. Это прекрасно. А если мы с вами его попробуем на вкус? Освежающая кислотность, и вместе с тем оно очень комплексное, очень долго играющее, очень продолжительное вино. Это вино, которое составит пару, целому ряду блюд. Научите меня, как правильно эту этикетку прочесть, чтобы я не ошиблась. На самом деле все очень просто. Абсолютно европейское название. Это название винодельни Шато Тамань. Сорт винограда указан здесь. Это шардоне. Это год, когда оно было создано. Ну и резерв нам указывает на то, что это вино выдержанное. То есть резервное. То есть резерв это всегда выдержанное бочко. Да, да, по сути, да. А сколько? Выдерживается, я думаю, что по вкусу это где-то примерно год в дубовой бочке. Потому что здесь дубовая такая выдержка, она достаточно экспрессивная, такая достаточно яркая. Ну что ж, Роман, спасибо. У вас почти все шансы. Почти. Но я еще подумаю, хорошо? Подумайте. Давайте его возьмем на работу. Я подумаю. У меня еще было несколько звоночков, еще несколько придут ребят. Я должна посмотреть. Если не просите, я еще буквально подойду к Сергею. Если у меня еще осталось минут. Да. Сергей, я вынужден вас обрадовать. Ее зовут Ирина. Вино ей безумно понравилось. У вас сегодня все шансы. Как вам вино, скажите, пожалуйста. Вино вкусное, спасибо. Отлично. Прекрасный и незнакомый. Скажите, пожалуйста, все-таки как я вас могу представить Олегу, если вино вам понравилось? Настя. 8905-772-7535. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я думаю, что я справился. Татьяна и Настя. Все. Роман. 5, 4, 3, 2, 1. Спасибо большое. Аплодируем нашему первому конгрессанту. Спасибо большое, Ром. Спасибо. Прекрасно вам провели время. Спасибо. Спасибо.